Депутаты Виталия Милонова избили. Народный избранник пришел на штрафстоянку вместе с другом, чтобы забрать автомобиль. Паспорта у Милонова с собой не было, и поэтому администратор отказался вернуть ему машину. После этого в ход пошли угрозы связями и положениями Динароса. Персонал не воспринял их всерьез и пытался скрутить и вытолкать гостей со штрафстоянки. Автовладелец обратился в полицию с заявлением о побоях. Милонов получил известность и мандат благодаря своим инициативам. Он стал инициатором закон о запрете и пропаганду гомосексуализма среди детей. Предлагал штрафовать за топот котов и стоны, а также скрип кровати по ночам. Он воевал с секс-шопами, фастфудом и игрой престолов. А среди всего прочего Милонов предлагал позволить водителям самостоятельно отводить авто на штрафстоянку. Это программа «Что произошло?» и мы начинаем. Больше трэша, больше ада. Флагман отечественного машиностроения, оборонки «Уралвагонзавод» может спровоцировать экономический и даже политический кризис. Сразу в трех регионах. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Именно здесь расположены производственные мощности предприятия. Гигант, выпускающий танки «Армата», полувагоны, трамваи и тяжелую гусеничную технику, похоже, находятся в, мягко говоря, не самом лучшем состоянии. В прошлом году он отказался от всех реализуемых социальных программ. А теперь заслал по всем 39 дочерним предприятиям уведомления об увольнении 15 тысяч человек. А ведь как хорошо все начиналось. Движение «Антимайдан» зародилось именно здесь, на УВЗ. Именно рабочие этого завода стали лицом сопротивления протестным митингам в 2011-2012 годах. В общем, досопротивлялись. Вместе с УВЗ посыпалась и вся остальная промышленность Урала. «Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или сейчас как она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность. Ну, разумеется, в рамках закона». После этих слов Игорь Холманских стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. А его родной Нижний Тагил действительно расцвел. Но только на пару лет. Сейчас же здесь все вернулось в исходное состояние. Изношеств, наверное, только танк Армата. Однако в каком количестве его здесь производят государственные тайны? Мы же только на парадах его и видим. Время, которое на парадах его и видим. В реальности УВЗ не может выпустить даже трамваи в достаточном для России количестве и по приемлемой цене. Уже несколько лет предприятие трясет. Рабочие митингуют и судятся с заводом за зарплату. Пытаются пробиться к президенту, но, похоже, все бесполезно. Мы будем бороться дальше за зарплату, продолжать за зарплату, вплоть до того, что дойдем до президента. Но сейчас идет наш второй этап, наверное, в суды и обратимся сначала. В алюминиевой промышленности ситуация ничем не лучше. Все основные заводы стоят. Это завод «Михайлюм» в Нижнесергенском районе. А так выглядит пионерлагерь, принадлежавший когда-то гиганту металлургии. А это база отдыха. Теперь она вовсе не база отдыха. Теперь это дача главы района Еремеева, который ловил хайп на том, что Кремль продавал. Вскрыли сайты закупок, разместили вот эту хуйню. Значит, я, ну, во-первых, по факту моего обращения, предыдущего возбуждено уголовное дело. Пока президент и премьер говорят нам о новой индустрии, а государственные СМИ отчитываются об открытии новых частных заводиков и отдельных цехов, преподносится это, кстати, словно сдача в эксплуатацию городообразующего комбината. А промышленность в это время в России сыпется. С 2005 года в России закрылось более 35 тысяч промышленных предприятий. Число работающих на селе за последние 20 лет сократилось в 5 раз. Давайте вместе посмотрим, как выглядит новая индустрия России. За последующие 5 лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача. Причем это должен быть не сырьевой, а качественно иной рост, построенный на инвестициях, передовых технологиях, на повышении эффективности, на создании современной индустрии. Как говорится, страна живет, когда работают заводы. Мы одинаково понимаем то, какой не должна быть наша страна. Она не должна быть слабой, бедной, неэффективной, расползающейся на части. Она не должна страдать от технологической отсталости, от произвола чиновников, от коррупции, от терроризма. Она не должна быть в изоляции. В дополнение к этому хотелось бы сказать, что за последние 20 лет закрыто 15 600 клубов, 4 300 библиотек, 22 000 детских садов, 14 000 школ. Исчезло 20 000 деревень. Осталось 47 000 деревень. Однако во многих из них ничинское существование влокует только несколько стариков. Молодежи работать негде. И потому молодежь зарабатывает себе на жизнь другим способом. Сейчас вы увидите новый тренд беднейших регионов. Это я об общественном движении под названием АУЕ. Чтобы соблюсти требования закона, обмолвусь, что организация эта запрещена в России. Однако это никак не мешает ей развиваться и расширяться. Захватывая все новые города и новые школы, так и встаем с колен. АУЕ – это не кружок по интересам. Это жизнь по понятиям, которая некоторым кажется настолько привлекательной, что еще не выговаривая всех букв, они уже знают, что такое общак и греф. За последние 10 лет эта проблема выросла из заголовков местных газет в сюжеты на федеральных каналах. Еще бы! Малолетние уголовники успели навести шума. 2011 год. Забайкальский край. 9-летний мальчик систематически подвергался сексуальному насилию со стороны сверстников. 2013 год. Бурятия. Детдомовцы закидали камнями участников торжественного шествия. 2014 год. Забайкальский край. 10 подростков под крики АУЕ напали на начальника временного отделения полиции и его напарника. 2014 год. Казань. 16-летние подростки убили мальчика и его отца на стрелке. 2015 год. Бурятия. В местных школах старшеклассники собирают греф на зону. 2016 год. Город Хилок. Дети разгромили полицейский участок, вызволяя друга. 2016 год. В Уссалимском гвардейском кадетском корпусе культивируется арестантский порядок. 2017 год. Башкирия. Подростки до полусмерти избили сверстника. 2017 год. Кубань. Малолетний преступник убил многодетную мать. 2017 год. Челябинск. На фестивале Красок Холли группа подростков окружила полицейскую машину. Дети разбили фару, закинули на крышу мешок с мусором, скандировали АУЕ. 2017 год. Екатеринбург. 10 человек, подростков 15-16 лет, убили 40-летнего мужчину. 2018 год. Улан-Удэ. В школе номер 5 в микрорайоне Сосновой Борой девятиклассник напал на учеников и учительницу с топором. 2018 год. Саратов. Более сотни подростков столпились у ТЦ Победа Плаза. Пришли на стрелку. Казалось бы, дети. Ну что стоит дяденьке полицейскому шикнуть на шпану и прекратить это? Но все не так просто. То ли гордость не позволяет, то ли занятость слезть с дела юнцов. Да только все жертвы АУЕ в один голос говорят, идти в полицию бесполезно. Игнорируют. Сначала думаешь, ну бред же, а потом начинаешь копать глубже и неожиданно для себя понимаешь, что органы внутренних дел и детские психологи сами ведут себя как дети. Первых не отпускают говорить с прессой. Зачем? Они ведь делают буклеты, информационные стенды, они разговаривают с детьми. А вторые, представьте себе, в проблему не верят, поэтому и комментарии давать отказываются. А препирательства эти делу не помогают, и малолетние преступники все так же вольны делать то, что хотят. Один из самых недавних и страшных случаев произошел в начале августа. Камера наблюдения зафиксировала последние минуты жизни 20-летнего жителя города Березовский в Свердловской области, Дмитрия Рудакова. На записи видно, как Дмитрий выходит из подъезда. Всего через несколько минут подростки уведут его в гаражи и там убьют. Группа подростков 13-16 лет в нетрезвом виде зверски убила 20-летнего парня с инвалидностью. Они заставили молодого человека раздеться. И пока одни прыгали на голове несчастного, другие с воодушевлением снимали происходящее. Молодой человек умер, а школьники разбежались. И кто знает, сколько еще подобных случаев было. Сейчас совершенно не хочется оборачиваться на то, что уже случилось. Сейчас самое главное не допустить подобного в будущем. Березовчане не хотят повторения трагедии. Поэтому собирают подписи за проведение митинга с требованием о должном наказании убийцам. Как помогут буклеты 13-летнему мальчику, который однажды поймет, что он не нужен своим родным. Что у него никогда не будет красивой жизни, как по телевизору. И что на темной стороне у него куда больше перспектив. А как 9-летней девочке помогут информационные стенды, если в школе ее зажимают старшие и требуют деньги. А потом грозятся убить, если она пойдет в полицию или к родителям. Ей поможет памятка? Тем временем в России, о чудо, подняли пособия всякие. Индексация совпала с Днем Дурака, то есть 1 апреля. И, наверное, является подарком россиянам на этот светлый праздник. Пенсионерам подарили 128 рублей, нетрудоспособным гражданам 103 рубля. Инвалидам пособия прибавили на сумму от 88 до 207 рублей. Инвалидам воин от 155 до 310 рублей. Кто же это сказал, что мы бедная страна? Зачем же с каким-то кризисом бороться, если его можно отменить одним рочерком пера? Чиновники так и сделали. Росстат провел радикальный пересмотр макростатистики с 2014 года. И пришло к выводу, что потери российской экономики от санкций Запада и вала цен на нефть были существенно преувеличены. Так думает Росстат. По новой оценке не было ни самой продолжительной рецессии, которая, как раньше считалось, все той же официальной статистикой продолжалась как минимум два года. А сколько же интересно реально. Не было ни падения промышленности, не было и обвала в строительстве, в перерабатывающих, в добывающих отраслях. В общем, ничего не было. Сплошной только рост. Вот так смотришь на новые отчеты и глаза радуются. Согласно новым данным, единственным годом, когда экономика сокращалась, стал 2015. Причем масштабы спада теперь оцениваются вдвое скромнее, чем изначально. Первые оценки Росстата. Контрольные цифры показывают падение ВВП на 3,7%. Затем цифра улучшилась до 3%, а потом и до 2,8%. И последний окончательный пересчет показал уже 2,3%. Рецессии в 2016 году, как теперь оказалось, не было. Изначально спад оценивался в 0,2%, а теперь по новому расчету рост на 0,3%. В 2017 году экономика ускорилась аж 5 раз, показав рост на 1,6%, а в 2018 еще почти в полтора раза. Это и называется ловкость рук и никакого мошенничества. Ведь весь секрет в том, что по указанию Медведева, которому не понравились плохие финансовые показатели страны, их пересчитали. Включив исходные данные, учтенные деньги олигархов, выведенные в офшоры и их заграничную недвижимость. Да много чего еще включили, чего в России больше нет и никогда не будет. Короче, все, что порадует премьера. И действительно, чем бы дитя не тешилось. А я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Полную версию смотрите на канале Крик Ньюз. Краткую версию смотрите по субботам на канале Реальная журналистика. Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите нас в соцсетях, добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok